Кирилл Погожих отмечает, что IT-сфера быстро развивается. За прогрессом нужно не просто успевать, важно быть впереди. Поэтому при разработке онлайн-платформы его команда действовала слаженно и максимально оперативно. 0% сна, 100% кодинга. То есть мы программировали, программировали и программировали. Программировали подряд. Были такие моменты, когда никто не спал, когда спали по очереди. Приложение разработали в рамках всероссийского хакатона «Цифровой прорыв». Созданная платформа использует умный чат-бот и мощные нейросети для помощи в обучении как преподавателям, так и студентам, рассказывают ребята. Мы были уверены, что мы победим. Какое-то призовое место определенно возьмем. Во-первых, мы заранее рассмотрели кейс, прикинули, какие технологии мы можем использовать, поняли, что да, мы с этим сталкивались, мы с этим работали. Знаем, какие нейросети и модели в целом можно использовать для этого, какие работают хорошо с русским языком, потому что у моделей есть проблема, что они только с английским языком хорошо взаимодействуют. И, исходя из этого, мы уже подумали, блин, ну, тут можно, наверное, победить. Платформа для методистов, чтобы они могли качественно преподавать своим ученикам и автоматизировать общение и обратную связь со своими учениками. То есть ученики бы заходили на эту платформу, решали бы тестирование, а методисты, в свою очередь, создавали бы тесты для них. Все это автоматически через искусственный интеллект. Конкуренция была серьезной. В Хакатоне участвовали более ста команд. В итоге куряне заняли третье место. За достигнутые успехи их поблагодарила в Рио заместителя председателя правительства Курской области Оксана Крудько. Она отметила, регион готов помочь талантливым ребятам дальше развиваться в этом направлении. Ну, вот, в том числе, нужно смотреть и гранты на создание каких-то решений. Тут мы, в общем-то, на развитие решений. Да, их сейчас очень много. Государство всячески поддерживает и мотивирует с этой точки зрения таких молодых и перспективных ребят, как вы. Ребята поделились. Они не собираются останавливаться на достигнутом. Хотят в будущем представлять страну на мировом уровне. Екатерина Комарецкая, Геннадий Воробьев. События дня.